Мои хорошие, всем привет! Привет на канале Пиратская. Я решила с него сегодня взвеситься. Надеюсь, будет результат. Вчера весил 94. Ну-ка. Та-ра-та-ра-там! Ну что, сегодня мы весим, вы и я, 93 килограмма, 100 грамм! Ура, товарищи! Снова вернусь 93 и снова на позицию похудения. Всё. Ты душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит ночь, придёт февраль. Та-та-та-та, уйдёт февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Та-та-та, и в полсигнал. В общем, ребяточки, всем привет, привет ещё раз. В общем, вот такая я, а я такая, вся такая. В общем, снова 93. Вот сегодня встала на весе, опять офигела. Говорю, все равно, да, вот вес гулять. Вчера было 94, сегодня 93. Вообще, я прям удивляюсь. Вот. Поэтому, я же говорю, вес гуляющей. Ну, 93, снова хорошо. Хотя, знаете, вот вчера, до этого я не ужинала, вот и вес 93, а вчера поужинала, даже два раза. Извините, меня и в кафешке были, и это, и всё равно. Вес 93. Не знаю. Честно признаюсь, я даже туалет не ходила. Ну, по большому смысле. Вот, понимаете, и вот непонятно вообще, как такое возможно. Так, вот, мне говорят, тут они это, снимают уже свой балдахин. Там был дохин снимают, сняли. Они тут это надевали, короче, как балдахин, такой на дом. Такой, знаете, здоровый, пакет какие-то. А вот, и, видать, красили. Вот так, красили, всё снимает. Видать, высохла. Ну, скоро будет новый дом готов. А я, кстати, так и не нашла. Что за дом такой? Непонятно. Сейчас штучку. Всё уберу. Побыреку. Всё, у меня тут скопилось. О, опять у нас ночь-полночь. О, сейчас, короче, созванивал со следователем. Вот, он просил там некоторые ещё данные донести. Вот, в общем, указал мне там. Вот это, вот это, вот это надо. Вот, в общем, всё там. Ох, надо ещё вот завтра будет донести сутрицам. И сделать дело. Доделать, и, как говорится, в Новый год с чистой совестью. Правильно? Правильно. Так. Хорошо, всё устроило, вот решала вопрос, всё, как, куда. Фиксировала, компенсировала и прочее. Но, всё сделала, всё сделала. Ящик настойчивый, настырный, как говорится. Если мне что-то надо, я всё сделаю. Вот. Сейчас надо покушать. Плюс у нас там ещё василёк пришёл, надо василёк распаковать. Вот. Василёк пришёл, да. Надо распаковать. Надо, надо, надо распаковать. Я там ещё кое-что полезное заказала. Вот. Для, это... Короче, увидите всё. Обязательно всё это смотрите, будет вам ещё интересно. Будет вам много чего, отвлекайся в ногу. В общем, всё, вес встал в норму. Я прям рада. А то я прям испугалась, знаете, я прям увидела. Всё с четырех раз. Пошло. Вес вспять. И всё. Вот. Всё хорошо. Так, сейчас надо супчик погреть. Так, чайник. Чайник тоже надо. Надо пожаловать, пожирать, вообще опасно. У меня ещё там кое-какую работу подкинули, в общем, тоже. Работы полно. Работы полно. Сейчас письма пишут. Как говорится, никому не нужно. Тот прям, все как сорвались. Все прям, всем резко надо. Вот так, как это распродажа. Вот один из-за один из-за. И все рекламодатели прям хотят. Сотрудничные. Так. Болит душа от потерь. Перю я, ты тоже верь. На стопий день уйдёт печаль. Идёт весна, ты тоже верь. Мне не жаль, ничего не жаль. Та-ра-та-рю, вопуся. Работа есть. Как это, работа есть. Денюшка тоже. И это хорошо. Я люблю, когда есть работа, есть чем заняться. А то я тогда, знаете, не знаю, шарахаешь, слоняешься просто так. Нечем заняться. Нужно работать. Спокойно, он только снится. А, ну, доставка была там. Кручим. Пакетов тут у нас. Пакетов-то. Пакетов-то. Сейчас Василёк ещё надо тоже распаковать. Василёк, ты меня называла. Василёк. Кстати, заходите, посмотрите, там много чего интересного сейчас. У них новинок полно, к новому году всякие прикольчики. Цены тоже распродажи. Это 1111 тоже хорошие. Я думаю, надо, знаете что, мне надо халатиков ещё пообновить. А то у меня ещё таких халатиков много, но при этом они уже затасканы. В плане того, что дома же в основном снимаешь, и в основном, как говорится, дома всё. Надо обновить себя. Порадовать. Плюс у меня же сейчас веста упал. Вот. Нужно обновлять гардероб. Я думаю, надо, наверное, там... Что такое, посимпатичнее оставить? А это, кстати, старая коллекция. У меня тут даже какие-то катушки есть. Дальше, в принципе, они быстро убираются. Там, что, прошёл машинка. Кстати, машинка очень классная. Вот мы так купили машинка от катушков. Но там разные фирмы есть. Вот. Совершенно разные. Но очень здорово. Кстати, надо сейчас, знаете, соседки нам сейчас погрыли. У меня четыре соседки есть. Вот. В общем, машинка от катушков. Там любую выбираете. Там много всяких разных вариантов. Очень удобно. Носки, например, да. Вот тут раз прошёлся. Носки постоянно там всякие катушки. Дальше ещё там это... Ну, со штанов тоже, например. То, что, между ног, например, трётся, да. Вот так раз. Машинка прошёлся. Всё идеально. Просто всё чистенько, хорошо. Здесь вот тоже, знаете, вот тоже, вот, например, вот, например, это раз катушек, два катушек. Он будет пройтись. О, ван, ван тоже очень нравится. Носки там свои гони. И всё. Собирайте все эти катушки. Всё для ничего. Так. Ну, говорю, я не буду как раз. Какую-то я советовать, потому что этих машин... Нифига за всех, правильно? Выбирайте по своему карману и пошёл. Это сам факт. По-моему, у нас это уже последнее. Юга нет, ну всё нету. Вчера так и не зашли никуда. Вот то, что я вчера вот сегодня не провозюкались. Делами занимались. Потом ещё-то, ещё знаете, пошарапались, короче, по торговому центру. Я уже даже не снимала. Так, пять роликов достаточно, всё, я своя отработала. Я своя отработала, всё. Больше работает тоже бедный. Всего не снять, всех денег не сработаешь. Вот, поэтому нужно идёт разграничение. Так. Так, сосиски сейчас надо. Да, есть. Сметалан. Сметалан. Вчера, кстати, сметану только купилу. Сметалан, сметалан, сметалан. Вот. Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты. Спейс, спейс. Так. Буду купить, всё сделать, все дела, всё доделать. Всё сделать. Не люблю, когда у меня какие-то дела. Люблю, знаете, вот сделал, делал, гуляй смело. Поэтому стараюсь всё сразу. У меня, например, реклама там приходит или ещё что-то. Стараюсь сразу всё отработать, чтобы потом у меня это не лежало. Не лежало. Потом говорю, на всё, на всё, на всё. Вас слёг, Вас слёг. Нет, они, конечно, нам говорят, что когда будет время, сделают всё, на всё, на всё. Я не могу так. Не могу так. Должен, трат, вот, так. То есть, так что, настраивайся хорошим настроением. Василёк я должна делать только в хорошем настроении. Я вот так посчитала, сколько мы уже с ним сотрудничаем. По-моему, 4 года уже. Полдеть. Потому что я одна у них из самых старинных уже блоггериц. Блоггериц, из самых старинных блоггериц. Ну, уже, знаете, уже заказали всё. Поэтому я в этот раз уже, скажем так, скромненько так уже не стала наглеть. А вот заказала на не очень большую сумму. Ну, я думаю, ну, блин, ну, и так всё есть. Нужно, как говорится, заказывать по потребностям. Правильно? Правильно. Уже все ходили. Уже даже спрашиваешь, что-то надо, там, не надо. Ну, всё есть, спасибо. Пока всё есть. И так далее. И так далее. И так далее. Ну, скажу так, знаете, я сейчас обеспечена, скажем так, постельным бельём, полотенцами, халатиками, одеждой. Вот. На долгое время. Это очень хорошо. Не, конечно, понимаю, что это не вечно, да, и вещи портятся. Ну, тем не менее. Я думаю, ну, лет на 10 точно хватит всего. Ну, а там, может, ещё будем сотрудничать. Кто знает, может, кстати, прошло. Мене-мене-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. И буду вам рекламировать уже, знаете, не какие-то там костюмчики красивые и так далее, а какими-то это бабушкиными халатами. Но уже буду нормально всё это делать. Всё поставила. Говорится с сосуны. Сейчас с сосунов хочу с этой, с, знаете, с чем хочу? С корчицкой. Корчицкой? Корчицка. Корчицка. Чай индийский, чай. Вчера, кстати, мне понравилось, что с шоколадами сошли. Хорошая кафешка такая, нормально так покормили. Мне очень понравилось, кстати, вот бестровый рот я не убрала. Очень вкусно. При этом, видите, как всё дёшево вышло, 700... полторы тысячи, не так сказать. Даже не по полторы тысячи, но где-то около тысячи шестьсот. Вот, у нас вышло всё, вот, и нормальная цена, очень такая адекватная. А, кстати, всё просыпать, пойти погуляться. Пар зайти, это купить, сыр его тоже заканчивается. Нужно всё купить. А, пускайся, я сейчас вкусно открыла. Сейчас он лежал. Тут пообщается, там пообщаешь, здесь на телефоне, там на телефоне. Я говорю, пока все дела не решишь, никуда не стою. Ух, уже лежит такой. Так, здесь встал, из-за на виски поднял, там встал, уже что-то там включилось. Смотри, уже движения начались. Значит, чувствую, уже человек хочет кушать. Всё, а... Ну, он мне, видите, сам не говорит ничего. Всё, хоро, валяться, пошли жрать. Он такой полнонамёковый. Я говорю, ну ладно, пора вставать. Пора вставать, мой друг, пора. Копчёная, да? Ну, мне что-то вот как, копчёная не зашла. Попчёнки, посоветуйте, пожалуйста, хорошую браун-швейску колбасу. Потому что вот эту вот заказывала ТДМ-ка. Наш нижгородский немец и комбинар. Честно, мне что-то не очень. До этого брали, по-моему, называется... Чернышика, что ли. Вот. Что-то мне тоже не зашло. Тоже там было написано браун-швейск и так далее. Но это не так опасало. Помните, в детстве такая была классная колбаса? Я, по-моему, мама покупала. Причём вот не так резали, а резали прям, знаете, и такими кусками. Она такая была сухая, солёная, вкусная. Там он сидел и обсасывала кусочек. А вот жир выковыриваешь. Вот это вкусненький такой. А потом уже целый кусочек просто сидишь и обсасываешь. Очень была вкусная колбаса. Сейчас в магазине просто не могу. Третий, хорошие басы. Не знаю, в сторону какой смотреть. Тогда взяли, например, вот это вот чернышика. Мне вообще не понравилось. Вот эту тоже взяли, мне тоже. Дорогущая, 2-300 почти. Но при этом не очень. Потому что посоветуйте, когда какую фирму обратить внимание. А то не хочется тогда покупать и взять расстраиваться. Не, а в банке всё сожрёт. Понятно. Тут даже баба не ходит. Он съест всё. Любую ему колбасу. Но я говорю, вот эта вот, знаете, колбаса, она даже уже не как вот брауншвейская. Она вот даже не такая сухая. Она больше, знаете, похожа на какую-то московскую. Ну, просто сыровяльная колбаса и всё. Вот такое имя брауншвейского. Флёры на лютого на ней нету. Сыр, кстати, могу посоветовать, тоже хорошего. Я вот в паре брала. Называется сливочный. Это их сыр. Ну, который вот там прямо написано с паровским. Очень хороший вкус, мне нравится. Мне нравится, знаете, уши и вышли. Сливочная сырочка. Ну, приятненько. Жирноватенький, 50%, но очко-то. Сыр закончился. Всё. Всё. Всё купить, это точно. Опять эти. Ну, что, дело полно. Там погода что-то такая не очень. Опять какой-то то ли дождь, то ли снег. Чувствую, в ближайшее время будет какое-нибудь оледенение, голый лёд. Вот. Ой, горячее. Лишний раз даже не хочется из дома выходить. Холодно там. Вот. Хорошо, что есть работа. Можно отвлечься, работать. Вот. Опять, знаете, с этим усилком напрыгаешься, наскачиваешься. То же самое. Там, знаете, очень такая хорошая физнагрузка. Я же когда, знаете, я отрабатываю, я что, и так, и сяк, и это, и то. А, а, а. Вчера я прям мало двигалась. Ну, всё на машине, да на машине. На машине, да на машине. Всё так, знаете, права получили международные. Всё, теперь всё есть. Звень написали. Только что. Говорю, всё должно остаться в этом году. То есть, все дела нужно переделывать. И в этом году. Так, они как были. Чаёк. Блин, всю полотенчика из фарчмачила. Чаёк. А он вот плохо-плохо уедается. Плохо-плохо-плохо. Ну, осень халясо. И это не очень халясо, понимаете, товарищи. Это не очень халясо. Так, в общем. Всем хорошего настроения. Не болейте, не скучайте. Почти снова 93. Я говорю, всё-таки свою мысль до Нового года меньше 90. Я надеюсь, всё-таки я смогу. Ух-ух-ух-ух. Можно только почаще выбираться из дома и больше ходить. Больше двигаться. Потому что движение – это жизнь. Поменьше жрать, побольше двигаться. Так всё будет хорошо. Всё, люблю. Всех целую. Пока-пока.